всем привет народ с вами варчик в этом видео с вами поговорим про апы премтанков и акционных танков за гк в следующем патче 1.13 помимо увлекательных изменений с фугасами артиллерии новым режимом для теста карт и всяких интерфейсных плюшек будут еще и апы танчиков сначала посмотрим что там на полив у простых премтанков не за гк т92 его уже апали там пару раз насколько я помню и каждый раз ему все мало и мало а потому что колесники во все время душат в этом видео я вам расскажу свое мнение про танки которые будут апаться расскажу что буду тапать и мы с вами поймем хватает этого или нет так вот т92 довольно таки удобный приятный танчик но у него нет никакой фишки нету какой-то большой альфы и большого пробития обзора супер скорости или чего-то там сверху этого танка все хорошо он во всем приятный и удобный и все но с добавлением колесников в игру любой колесный танк просто на автоприцеле фугасом будет его пробивать куда попало а т92 не успеет за колесником никак поэтому в активном геймплее колесник переигрывает т92 а обзор у т92 такой же как и у всех остальных лт и ст на восьмом левеле ничего сверх естественного этого танка не было но потом его начали со временем апать 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 и вот очередной раз его апают сколько раз в этом апали я уже не помню в итоге что у нас сейчас получается с этим танком обзор 400 не помню был ли такой или чуть меньше но в принципе это неплохой обзор но он ничем не удивляет такой обзор у всех на восьмом левеле практически разве шоу каких-то там слепых тяжей и пт обзор будет поменьше сведение 18 точность 038 пробитие 175 урон 150 210 пробития голдой чего не хватает этому танку не хватает какого-нибудь обзора который бы явно был больше чем у средних танков и тем более чем у колесников да если сравнивать с колесниками обзор заметно больше но нифига не больше чем с какими-то прям танками ст или т.т. или другими лт никакой разницы нет и орудие очень слабенькая мало альфы мало пробития поэтому этот танчик удобный и приятный но во всем обычный особенно в орудии а сейчас много коридорных карт и карты где этот танк раскрывается как светляк не так уж и много а любой колесник в ближнем бою до 92 просто уничтожит на автоприцеле фугасами вот и получается что нигде этому танку места толком нет хотя он вроде бы прикольный удобный но играть на нем уже не охота что же ему картошка аппет пробитие базовым снарядом на 14 миллиметров получается 189 и пробитие специальным снарядом на 20 получается 230 получается у нас такое вот пробитие как у льготные страшки или пробитие как у первого образца практически но немножко меньше в целом это все равно пробить и будет ну такое себе по крайней мере в борт и в жопу будет пробиваться легче ну вот в лоб как мы толком не пробивали так толком пробивать и не будем принципе мы не должны на лтшке в силуэт в лоб пробивать но это орудие явно против прокачиваемых танков которые устарели лет 5 назад против новых прям танков против девяток и десяток новых безуязвимых зон это орудие не к силу не городу хотелось бы обзора чуть побольше по типу 420 или 410 хотя бы чтобы как-то на выделяться на фоне остальных танков на восьмом левеле да у лтшки работает маскировка во время движения это классно но куда двигаться на половине карт они же просто состоят из двух дорожек коридорных открытых карт всего несколько где можно реально посвятить и покататься и половина карт где один-два куста рабочих в них все стреляют и блайндами вас убивают все знают где вы находитесь посвятить практически нереально поэтому что это танчик будет из себя представлять да в принципе так и останется просто обычный и удобный приятный танк все станет ли он им бой нет будет ли он классно то скорее он просто будет обычный нормальный там все вроде как все в балансе но когда я у тебя есть в ангаре куча имбовых танков зачем играть на нем если можно поиграть на другом следующий танчик сэндлок восьмого уровня прям танк британский это корыто изначально появилась я и на нем поиграл из практически сразу же его продал здоровенный коробок просто огромный светить на нем нереально да у него вроде прикольное орудие точно и быстро скорострельная точно такое же сведение 18 точно такая же точность 0 38 точно такой же обзор 400 единственно что урон у него 180 они 150 как у т92 и пробитие 189 на 223 уже то есть этот танчик просто такой же как т92 только размером больше такое же пробитие сведения точность все одно и то же единственное что чуть чуть больше альфа ну и размером он намного больше вот и вся разница просто понаделали одинаковых коробков и все что же ему апают дают обзор 410 апнули на 10 метров и разброс на на 100 метров тоже улучшили на 003 получается 035 что хочется сказать по поводу этого танчика ну точность 0 35 неплохо обзор 410 да это классно но он такой здоровенный что он размером со стэшку причем не маленькую а крупную будет ли это танчик имбовать да на нем только стоять и кемперить он больше ничего не сможет его все пересветят он здоровенный на нем никто не играет никто на этом играть не хочет его если сделать нормальным то это надо балансить как средний танк ему нужно давать орудия какой стэшки и башню спереди мы если забронировать то хотя бы можно от башенки поиграть а так это чудовище тоже не к селу не городу если т92 еще можно как-то активно поиграться тот цен лак я вообще не знаю лучше по эти 410 обзора отдали т92 а сын лака реально сделали бы стэшкой потому что но он вообще никакой дальше м41d этот злосчастный китайский бульдог тоже дождался очередного своего апа сколько эти лтшки не а по это не все время кончены и потому что они просто слабые их все душат на них негде играть и колесники все равно эти все лтшки убивают на автоприцеле фугасами в ближнем бою вообще они ничего не могут против колесников все три и что же у м41d на 20 метров обзора поют было 390 станет 410 то есть вы представляете у этого здоровенного корыто бульдог он больше некоторых стэшек у него был обзор 390 хоть не 380 какую из а какого-нибудь советского это же просто ужас как это вообще могло выйти опнуться еще там когда-то опнуться и у него обзор 390 и еще раз его опыт и у него 410 получается это ужас какой-то еще максимальную скорость а поют на 3 вперед и на 2 назад получается 68 километров в час вперед 24 километра час назад обалдеть и все равно это здоровенный сарай с нулем брони который ничего не сможет активно посвятить опять же только стоять и кемперить альфа малюсенькая до дпм прикольные пробития такое же как у прошлых стэшек им просто апнули пробитие до уровня новых лтшек т92 просто подогнали и все это конечно ужас это не какой-то там об который прям заметен это просто косметический об подкрутили те циферки которые должны были быть изначально такие танки должны были быть сразу как только вышли они только через несколько лет их чуть-чуть подкрутили и они стали просто обычными что прошлый раз и хапали я говорил что этого будет мало что в этот раз и хапают они до сильных танков как не дотягивали так и не дотягивают также еще апнут и су-130 я чёт хз чё это за танк там этих и су я уже не запутался и су-152 к и су-130 это видимо прям танк для каких-то там супер бета каскадеров картошкин в общем я не знаю что это за танк но то что ему там чё-то на поле это смешно углы горизонтальной наводки 10 градусов обе стороны причем такое ощущение что апнули только в левую сторону углы горизонтальной наводки плюс 8 градусов орудие чё поворачивалась влево на 2 градуса вправо на 10 также апнули голду на 25 и стало 212 пробития голдой а основным снарядом апнули на 23 и стало 238 у него голдой пробитие меньше чем базовым снарядом также еще ему апнули двигатель короче я не знаю что это за чудовище это какой-то ужас я его даже в рандоме ни разу не видел картошка наверно даже не знает что его нет в игре так ладно переходим дальше к танкам за гк чифт нт-95 хорошо бронированный танчик в лобовой проекции башни неплохой там вроде закругленный такой влд конечно же дырявый нлд и дырявый лючок на голове размером с еще одну башню поэтому брони у танка можно считать что нет потому что лючок такой большой что просто больше некуда даже стрельнуть выезжает сначала лючок а потом через полчаса танк пробитие 202 очень слабая стабилизация так себе танк едет слабо что же ему апнули мощность двигателя на 100 лошадей разброс орудия при движении повороте ходовой разброс орудия при повороте башни стабилизацию улучшили везде на 22 процента и обзора апнули на 20 метров было 380 теперь будет 400 эти 400 метров должны были быть сразу у танка такой огромный лючок и в него не было обзора это смешно и это еще и средний танк и время перезарядки орудия сбросили на 08 теперь будет 75 кд где же ап пробития 202 пробитием и голдой насколько я помню было вроде 232 или что-то такое проверил на сайте пробития голдой 238 где же ап пробития хотя бы 212 пробития бэбэшкой и 245 хотя бы пробития голдой это же все равно не будет им бой но что пробивать с пробитием 202 и каким-то там подкалибером 238 им же вообще ничего не пробьешь до стабилизации не хватало это хорошо но апнули мощность двигателя он будет ехать быстрее поэтому и стабилизация будет еще хуже хватит ли апов 22 процента непонятно обзор апнули на 20 метров но его просто перевели в порядок как это и должно быть лучше ли дпм но пробития же нет вообще и непонятно хватит ли стабилизации броня хорошая но это года два назад она была хорошая насколько она сейчас хорошая нужно будет проверять в рандоме чем мы и займемся после выхода патча в общем я не особо доволен апом этого танка этот танк должен был выйти с такими цифрами сразу а теперь 2021 году ему должны были апнуть пробитие и все и танк готов может быть стабилизацию еще очень неизвестно поэтому ап такой типа на пол рубля объект 730 или из 5 как в простонародье его называют у этого танка плохо с тем что стабилизация мусор орудия не опускается брони нет вообще что же картошка ему апает разброс орудия при движении повороте ходовой минус 17 градусов хорошо разброс орудия при повороте башни минус 38 градусов хорошо угол склонения орудия было минус 5 будет минус 7 хорошо все де увеличение брони он же просто дырявый а если любой танк голду заряжает то он не то что дырявый просто не существует шанса что вы танканете любой чел даже не на прем танке на мусоре устаревшим на голде выезжает и пропивает вас куда хочет и ты его там как крути не крути танкануть на нем очень сложно подставить бортик когда у тебя спереди щучий нос очень сложно выкручивать там борта и так далее тяжело когда брони особо нигде нет и даже если ты выкрутишь борт тебе все равно будут башку пробивать вот такой вот танчик поэтому ему нужно было апать броню я думаю броня иса 3 будет лучше разу в 10 чем у этого мусор а это танчик за гк для людей которые тратили свое время и потели соревновались там сидели днями и ночами катали неинтересные бои с ожиданиями долгими и они получают вот это вот к в 4 креславского ничего не могу сказать про этот танк я даже боюсь его брать за гк потому что но она же просто страшно ну давайте посмотрим чему апнули максимальная скорость плюс 10 километров в час будет 40 мощность двигателя плюс 150 будет 1350 разброс орудия при движении повороте ходовой минус 38 градусов прочность на 200 единиц будет 1700 да это уже почти десятка усиление бронирования башни но это жирный об хотя как-то в рандоме его видел броня там где-то было но их так мало их никто не хочет брать и никто не хочет на них играть что сложно сказать видимо пора его брать и смотреть что она там такое т23 и 3 это самый первый танк за который я взял и самый первый танк который же я сразу практически и продал нафиг нет пробития нет стабилизации особо хороший просто обычный танчик который ездит и стреляет семечками пушечка похожа на орудие е25 но мы ст-шка с башней чуть побольше чуть помедленней но зато играть поудобнее чем на пт-шки но орудие слабоватая что же ему опыт разброс орудия при движении повороте ходовой минус 30 процентов это солидная об стабилизации очень хорошо это вроде бы был льготный танк не знаю что там с ним сейчас надо будет смотреть тестировать но все равно орудие скорее всего слабоватенькая брони у танка нет это просто обычная ватная стэшка с маленькой дпм на и скорострельная пушечкой все то что у него еще и пушка было кривовато это конечно было не очень изначально поэтому опять же об просто косметич 121b покатал я на тесте этот танчик что там в нем получается этот танк капает уже тоже несколько раз и каждый раз ему все мало и мало брони недостаточно подвижности недостаточно орудия не сильно имбовая в общем танку не хватает как обычно всего и везде что же ему ap это 5 максимальная скорость задний ход 5 км туда 5 км сюда и получается вперед 55 назад 25 такое ощущение что эти цифры должны были быть сразу 55 вперед на стэшке то чё прям очень много до обычная цифра время перезарядки орудия минус 06 получается 8 и 1 кд дпм у танка был 2689 сейчас видимо подрастет будет чуть по интереснее на тесте на нем поиграл в принципе в позиционном бою нормально себя чувству также усилили броню корпуса и башни но орудия опускаются конечно такси ну и последний танчик который апнули очередной раз апнули м60 апнули ему броню корпуса и башни во фронтальной проекции чё там ему апнули в броне я не знаю но на тесте меня пробивали в силуэт голду и куда попало сложно сказать на тесте чё ему апнули да и на основе тоже будет сказать сложно потому что на основе тоже все стали от голдой поэтому на мой взгляд что-то ничего ему не апнули как его пробивали в куда попало так его куда попало и пробивают при этом как ни крути все равно на башне огромный лючок Поэтому этот ап можно даже вообще не считать. Из всего, что там по Наполе, меня заинтересовал 121Б. Но скорее просто из интереса, наконец-то он норм танком стал или нет. КВ-4 Крыславского просто я на нем не играл. А так, в принципе, все танки апнули к такому состоянию, которое должно было быть сразу. В принципе, для этого апы и существуют. Для того, чтобы танки не отставали. Но также есть еще очень много танков, которые опережают свой баланс на своем уровне. И в итоге все равно баланса не получается. С вами был Варчик, играть красиво. Всем пока.